МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В прямом эфире с Тверской улицы столицы наш корреспондент Леонид Грозин. Леонид? Здравствуйте, Игорь. Да, можно сказать, что все последствия беспорядков, которые возникли после проигрыша сборной России в самом центре города, на Тверской улице, на Манежной улице, на улице Охотный ряд, все последствия ликвидированы. Причем коммунальные службы города очень оперативно отреагировали на случившееся уже буквально 20 минут после того, как самые горячие фанаты ушли с этих улиц. По улицам прошли поливочные машины, которые убрали с проезжей части битое стекло. В то же время работали машины скорой помощи, пожарные машины. Пожарные очень оперативно потушили весь подожженный автотранспорт. А скорая помощь эвакуировала всех, кто сколько-нибудь пострадал. На данный момент движение в центре Москвы, в частности на Тверской улице, восстановлено. И возле Манежа, возле Государственной Думы, где происходили основные беспорядки движения транспорта, тоже восстановлено. Игорь? Спасибо. В прямом эфире с информацией из центра Москвы был наш корреспондент Леонид Грозин. Но еще два часа назад в центре столицы происходило настоящее побоище. Хулиганствующие молодчики спровоцировали серьезные беспорядки. Они устроили драки, стали переворачивать и поджигать автомобили, бить витрины магазинов и стекла в окнах зданий. К сожалению, есть жертвы. В результате беспорядков погиб мужчина. Более 50 человек пострадали. О том, как все это происходило, в репортаже Николая Кудряшова. Беспорядки в центре Москвы на Манежной площади начались сразу после гола, который забила японская сборная. По разным оценкам перед монитором на Манежке собрались от 5 до 10 тысяч человек, но зачинщиками и самыми активными участниками погрома стали несколько сотен пьяных юнцов. Между болельщиками и сотрудниками ОМОНа произошла небольшая стычка. К концу второго тайма футбольная баталия переросла в погром бесчинствующих фанатов. Разъяренные поражением российской сборной, они начали переворачивать припаркованное около Манежной площади машины и бить стеклоокрестные здания. Перевернуты две машины телеканала РТР. Сейчас около гостиницы Москва догорают еще несколько автомобилей. Через 20 минут после окончания игры появились сообщения о человеческих жертвах. От ножевого удара погиб неизвестный мужчина. Кроме того, один из пьяных фанатов на своей машине сбил троих пешеходов. Данных об их состоянии нет. Серьезно пострадали 30 болельщиков и несколько сотрудников милиции. Сейчас сотни пьяных хулиганов, разделившись на группы, двигаются в разные стороны от Манежной площади. На Тверской улице разбиты десятки витрин и разгромлен японский ресторан. К центру Москвы стянуты бригады пожарных и скорой помощи. Однако остается непонятно, почему в день важнейшего футбольного матча милиция оказалась неподготовленной к действиям бесчинствующих фанатов. Николай Кудряшов, ПОРТ. И вот как прокомментировал беспорядки, происшедшие в центре Москвы, начальник главного управления внутренних дел столицы Владимир Пронин. Милиция сделала все, что положено. Милиция выполняла в алгоритме обычного режима выходного дня. Милиции сколько надо, столько было. Резерв, он подошел вовремя. Задержать удалось, сейчас следственная бригада работает. Что касается того, что милиция не пошла в саму драку в этот момент, она рассекла толпу, как положено, и мы сопровождали группы по Тверской, по другим улицам. Я хотел бы вас попросить, что у вас есть какая информация, чтобы вы дали штаб и чтобы мы ее приобщили. Владимир Пронин сегодня сказал также, что по его данным на этот момент пока нет точных и документальных подтверждений, что один человек погиб в результате ножевого ранения в ходе беспорядков. Виновные в сегодняшних беспорядках в центре столицы должны понести самые серьезные наказания, в том числе и уголовные. Об этом сегодня заявил заместитель руководителя аппарата правительства Алексей Волин. И вот что он еще сказал в телефонном интервью нашему телеканалу. Спорт, футбол и трансляция матча на больших мониторах совершенно не имеют никакого отношения к тем событиям, которые произошли на Манежной площади. В цивилизованной стране люди могут собираться вместе, ходить на концерты или смотреть футбол. И ни в коем мире нельзя ставить вопрос о том, что можно или нужно запрещать подобного рода вещи. Ведь вандализм и хулиганство не имеют ничего общего ни со спортом, ни со спортивными болельщиками. Более того, то, что произошло сегодня на Манежной площади, это дискредитация и оскорбление чувств миллионов нормальных людей, которые болели за нашу команду, которые переживали ее поражение. Сегодня мы имеем дело не с болельщиками, не с так называемыми даже фанатами, а с обычными хулиганами и преступниками, которые представляют угрозу для жизни и здоровья людей, а также их собственности. И отношение к этим людям должно быть соответствующее. Для того, чтобы подобные вещи не повторялись, все виновные в этих событиях должны быть найдены и принести самое жестокое наказание. Все мониторы, установленные на центральных улицах Москвы для трансляции игр Чемпионата мира по футболу будут демонтированы. Соответствующее распоряжение отдали московские власти после происшедших сегодня в центре столицы беспорядков по окончании футбольного матча Россия-Япония. Об этом нам сообщил руководитель пресс-службы мэра Москвы и московского правительства Сергей Цой. И на этом специальный выпуск новостей ОРТ завершен. До свидания. Идет поиск виновных. Милиция кивает на городские власти, мэрия возлагает всю вину на фанатов, многочисленные пострадавшие обвиняют всех. Владимир Пронин, начальник столичного ГУВД, сразу же после погрома, оказавшийся на месте событий, рапортовал о том, что все необходимые меры были приняты задолго до начала матча. В полоденце я дал команду, где есть монитор, я был на рабочем месте, где есть монитор и усилить налет. Бородатый здравичок, крушащий ненавистное авто, объявлен едва ли не главным виновником трагедии. Вот эту рекламу показывали все время. Она спровоцировала. Она спровоцировала практически. 120 милиционеров, в основном проходящих срочную службу, по мнению главы московской милиции, должны были сдержать натиск почти 10-тысячной толпы, которая даже к уже прошедшему огонью году ОМОНовцам особого почтения не выказывала. В этом автобусе с профессионалами не осталось ни одного целого стекла. Понятно, что у многочисленных очевидцев произошедшего к такому усилению вполне однозначное отношение. Вы понимаете, претензия не к тем рядовому, Пупкину или Сидорову, которого здесь оставили, а вот-вот они стоят, вот-вот конкретно, вот товарищ, вот он ходит, руководит милицией нашей столичной, вот кто, кто должен был сесть и подумать. И тот человек должен был подумать, кто решил вот собрать сюда толпу, прям прогнозируемо, или выиграют, все равно будет погром, или же проиграет, тем более будет погром. Примерно за час до того, как начались настоящие погромы, толпа уже набросилась на японского гражданина, рискнувшего, несмотря на предупреждение посольства, прийти сюда. Несмотря на этот инцидент, никаких особых мер со стороны милиции предпринято так и не было. А уже порядком выпившая толпа расходилась все больше и больше. К концу матча ни одного дополнительного милицейского отряда на площади так и не появилось. В итоге ГУВД безнадежно опоздало. Вам что, жить надоело? Уйдите куда-нибудь ближе к толпе населения! Заебите же бутылками или, короче, смесь и ехать вас! Остановить погромщиков милиция уже была не в силах. Единственное, что успели сделать стражу порядка, это лишь разделить толпу на двое. По поручению министра внутренних дел, уже началось служебное расследование вчерашнего ЧП. О том, будут ли возбуждены уголовные дела в отношении провинившихся должностных лиц, речи сейчас не идет. Но уже сегодня утром Владимир Пронин подал главе МВД просьбу об отставке. Грызлов отказал начальнику столичного ГУВД, но подписал аналогичный рапорт Василию Чемисову. Заместитель начальника московской милиции был вчера дежурным по городу. Сумма общего ищерба до конца не названа. Таков итог прошедшего матча. В пятницу игра с Бельгиней. Вадим Хуланхов, Алексей Егоров, телекомпания НТВ, Москва. Сборная России, сборная Японии 0-1. Футбольная Россия в шоке, Тверская в крови, осколках витрин и горящих машинах. Футбол – игра народная. Эту игру в России любят. Они стянощие, сынок, поверь мне, не страшно. Вот такая стена идет, вот такой бешеные глаза. Я не думаю, что они обковывают, потому что я знаю, какие наркоманы. Они злые и голодные. Не видел сильно пьяных? Никого не видел. Они же и злые, и все. У меня нищая мама там туда кричали. Ой, я из Пензии, там кто-то из Льва, потому что я к ним нашла подход, как мать. Мне захотелось им согреть теплом, чтобы они успокоились. Это были не из Москвы большинство. Потому что они очень были злые на москвичей. Если бы они вырвались в магазин, у них не было даже глаз. Я не знаю, может, они были наркоманы, но там не было ни глаз, ни лица. Я даже никого не запомнила. Они, наверное, убили бы нас всех просто и все. Они были организованы и вооружены. Милиция же держалась сдержанно. Мы, естественно, будем предъявлять материальные претензии, поскольку не то, что никого не было, а вообще никого не было из сотрудников правоохранительного корпуса. Они, видно, уже знают, что это с чем-то заканчивается. А среди русских не было такого. Даже столы сидели рядом, разбили стекло. Они сидели рядом. И они даже еще не хотели уходить. Как они смеялись, показывали на нас пальцами, как им было всем весело. Как они кричали, как вам и надо, вы тут буржуи. Это был шок просто. Сегодня власти города попросили прощения у москвичей за испорченные выходные. Это мешает твоей личной, твоего сына, твоего внука. Прими свои меры возможные, адекватные. И если не можешь, попроси помощи. Антон Гришин, Антон Чернятин, телекомпания НТВ, Москва. По иронии судьбы, именно сегодня, неподалеку от того места, где вчера толпа фанатов, завернутых в государственные флаги и раскрашенные в национальные цвета, громила витрины и жгла автомобили, открылась выставка государственной символики. Те же самые представители Кремлевской администрации, которые не так давно дарили символы страны российским болельщикам и призывали их достойно противостоять иностранным тифозе, сегодня были вынуждены отвечать на вопрос, какова же теперь цена национальных символов. Праздник футбола обернулся побоищем в центре Москвы. Один погибший и около сотни раненых. Власти не смогли удержать ситуацию под контролем. Сегодня подал в отставку глава столичной милиции Владимир Пронин, Борис Грызлов отставку не принял. А после многочасового совещания на Петровке 38 стало ясно, кадровые перестановки в руководстве ГУВД Москвы еще не закончены. К массовым беспорядкам в центре города. Экраны, на которых шла прямая трансляция матча Япония-Россия, были установлены во многих местах, но там никаких эксцессов не было, хотя собралось немало людей, в том числе и футбольных фанатов. Потому что было много милиции. Например, на Поклонной горе, где были сняты эти кадры. А вот эти кадры были сняты на Манежной площади за 20 минут до игры или за час до начала беспорядков. Тысячи разогретых пивом болельщиков и несколько десятков милиционеров. Рядовые сотрудники уже тогда оценивали ситуацию как критическую. Не боитесь каких-то эксцессов? Мы боимся. Всегда есть боязнь, потому что молодежь, как мы заметили, очень пьяная, достаточно сюда приезжает. И достаточно с собой очень много спиртных напитков. Поэтому могут быть эксцессии. Вот так конная милиция должна была усмирять разбушевавшихся фанатов. Милиционеры оттесняют не в меру активных болельщиков и перекрывают остальным путь к импровизированной станции метро. Толпа просто разметала. Нужно было спасать самих милиционеров. Держали оборону, закрытый магазин. И просто видели, здесь уже начинают топтать просто ОМОНовцев. Просто ногами по ним прыгали. И пришлось просто... Вынуждены были открыть и втащить. Просто пришлось просто... Когда при нас люди убивают, мы не могли просто не отреагировать. И так же вот женщину вытащили с девочкой тоже из машины тоже. Пришлось здесь прятать все. И толпа ломилась, но просто силу сдерживали. Сегодня уже подсчитано, что на Манежной площади собралось почти 8 тысяч человек. Можно предположить, что наиболее агрессивно настроенные молодые люди начали сюда стекаться оттуда, где милиции было явно больше, чем их. И поэтому они искали место, где могли бы действовать безнаказанно. Но тогда это косвенно говорит в пользу версии о том, что акция не только была спланирована, но и кем-то направлялась. Но официальные лица сегодня подчеркивали, если организованность у погромщиков и была, то стихийная. А экстремизмом произошедшее назвать нельзя. Я уверен, что тот фанатизм, который был присущ пьяным болельщикам, ни в коем случае нельзя путать с вопросами, связанными с политическим экстрементом. Бутылки и кулаки в специально заготовленных дубинах или заточенных металлических прутьев у них не было. Тем не менее, очевидцы утверждают, что видели в руках у многих погромщиков бейсбольные биты и не только. Я не думаю, что было спонтанно. Люди пришли с бутылками зажигательной смесью, с ломами, с кувалдами. Кувалду я видел, монтировки я видел. Во время беспорядков пострадали иностранцы. Двое, китаец и индус гражданин США, были избиты в переходе метро. Из этого японского ресторанчика официанты уводили посетителей через черный ход, чтобы те не попали в руки толпы. Сегодня в больницах Москвы находится около 20 пострадавших. Состояние троих из них оценивается как тяжелое. Уже задержаны более 100 участников беспорядков на Манежной площади. Как минимум 15 в ближайшее время будет предъявлено обвинение. Здравствуйте. В эфире экстренный выпуск новостей телеканала ТВЦ в студии Наталья Пастушная. Беспорядки, связанные с футбольными болельщиками, до сегодняшнего дня были прерогативы Великобритании или Италии. Теперь это напасть докатилось и до Москвы. Уличные потасовки начались около 6 часов вечера в самом центре столицы. Еще во время матча Россия и Япония толку, собравшуюся на Манежной площади, провоцировала группа футбольных фанатов. Накачавшись пивом и более крепкими напитками, они как будто ждали отрицательного результата матча, чтобы начать бесчинство. Сразу же после финального свистка, будто по команде, несколько сотен молодых людей стали раскачивать и переворачивать автомашины, припаркованные у гостиницы «Москва» и здания Государственной Думы. В ход пошли металлические прутья. По крайней мере, 7 автомобилей были подожжены. Этим беспорядки не были исчерпаны. В случае, образовавшейся в результате схватки хулиганов с подоспевшими ОМОНовцами, кто-то ударил ножом мужчину, кто-то погиб на месте. Ножевое ранение получил также сотрудник милиции. По данным правоохранительных органов, количество пострадавших около 30 человек. Всем им на месте оказана врачебная помощь. Некоторые госпитализированы. Свидетелем этих беспорядков стала наша съемочная группа. И сейчас на связи со студией из центра Москвы наш специальный корреспондент Алексей Борзенко. Алексей, здравствуй. Ты находился в эпицентре событий. Расскажи, как все происходило. Здравствуйте, Наталья. Где-то на 20-й минуте второго тайма, а на этой площади сейчас, на Манежной площади, собралось около 8 тысяч человек, по данным ГУВД. Кто-то из агрессивных болельщиков начал бросать в воздух пустые бутылки из-под пива. В результате завязались драки. Мелкие, небольшие драки, которые переросли в большую, серьезную драку. Группа ОМОНовцев попыталась растащить болельщиков, которые дрались здесь, под этим экраном, на Манежной площади. Но в результате группа агрессивных болельщиков, где-то количеством 300-400 человек, направилась в сторону Большого театра, переворачивая машины, поджигая машины. И, так сказать, в том числе они били стекла и гнали просто по улицам людей. Наталья? А есть ли какая-нибудь реакция официальных лиц на произошедшее? Да, нам удалось взять интервью у начальника ГУВД Москвы Владимира Пронина. Вы видите вот этот монитор, который, значит, здесь молодежь смотрела матч, который проходил в Японии. Моя команда была где-то часа 4-5 назад, чтобы подтянуть силы и средства к этим видеомониторам, где они имеются. Что было и сделано. Но когда знаете, какое решение матча было, то сразу же в толпе началась драка между самими болельщиками, кто смотрел вот этот вот матч по этому большому телеэкрану. Милиция здесь сработала, как это положено. Хотел бы сказать, что первые негативы или первые, кому нанесены были сопротивления и телесные повреждения, это самим сотрудникам милиции. Значит, активное звено и под Метаровки, и под Тверской ушли туда, значит, силами блокировали. Вы видите, мы подтянули внутренние войска. Ко всем этим делам всё отслеживается. Алексей, скажите, а какая обстановка сейчас в центре Москвы? В настоящий момент движение на перекрёстке Тверская и Охотный ряд восстановлено. И фактически убраны осколки тысяч пустых битых пивных бутылок. Наталья? Ну что ж, спасибо, Алексей. На связи за студией событий был наш корреспондент Алексей Борзенко. Перед сегодняшним матчем столичные правоохранительные органы на всякий случай взяли под усиленную охрану посольство Японии. А с началом волнения милицейский пост УДИ представительства сразу же укрепили дополнительными нарядами. Сейчас у здания посольства Японии находится наш корреспондент Николай Старабахин. Николай, расскажите, что сейчас у вас происходит? Наталья, у японского посольства в Москве обстановка спокойная. Ни до, ни после матча здесь не было никаких инцидентов. Вариантно, многие из фанатов просто не знали, где это здание находится. Уже с утра у посольства появились усиленные наряды милиции, а территория вокруг здания была огорожена. Сейчас усиление уже частично снято, так что единственным, что здесь напоминало о беспорядках московских, были машины с разбитыми стеклами. Они возвращались с Манежной площади. Наталья. Спасибо, Николай. О том, что сегодня происходило у здания посольства Японии в Москве, рассказывал наш корреспондент Николай Старабахин. Итак, мы следим за событиями в Москве и о дальнейшем развитии ситуации в наших следующих выпусках. В студии была Наталья Пастушная. До встречи. Судья не зафиксировал, думаю, что он, может быть, смотрел в другую сторону, в сторону полета мяча, но и не видел нарушений со стороны японского защитника. К сожалению, опять-таки это сыграло не в нашу пользу. Они почувствовали, что в некоторые моменты судья им прощает, нам не прощает. Много моментов было, где у нас ребята чисто играли, вверху боролись, и судья просто свистел, подстраховывался. Это было заметно. Но я не хотел бы касаться судейства, потому что это тема такая. Когда всегда есть проблемы, дискуссии насчет судейства, все было в наших руках, и мы могли, и без судей, в принципе. Судья тут ни при чем, в принципе. Я считаю, мы ни в чем не вступили. Но побеждает тот, кто забивает голы, но, к сожалению, этого не сделали. Пусть, конечно, судья был полностью на стороне японцев, но в свои моменты мы все равно имели и должны были забивать. Теперь все, абсолютно все для сборной России будет зависеть от ее последнего матча в группе с бельгийцами. Эта встреча состоится 14 июня в Шицуоке, ее будет транслировать телеканал РТР. Думается, пройти бельгийцев нам вполне по силам. Так что праздник продолжается, в том числе и для сборной России праздник, название которому чемпионат мира по футболу. А вот то, что происходило сегодня в Москве, к празднику не имеет ни малейшего отношения. Благое дело, коллективный просмотр футбольного матча с участием российской сборной обернулся форменным кошмаром в центре столицы. У большого монитора, установленного на Манежной площади, собралось порядка 10 тысяч поклонников, чтобы поболеть за наши. Первый тайм толпа остро сопереживала происходящему на экране, но все укладывалось в рамки, петарды и кричалки. Катализатором безумства стал гол японцев, забитый в начале второго тайма. Из толпы в сторону экрана полетели пивные бутылки, обстановка начала накаляться. После эпизода, когда Владимир Бесчастных мог забить, но не попал в ворота, бутылки и камни посыпались уже во все стороны, в витрины в автомобиле, да и просто в людей. А когда стало ясно, что Япония выиграла, бесчинствующая толпа и вовсе распоясалась, и по Тверской двинулась в сторону Большого театра, все сметая на своем пути. Особую ярость вызывают милицейские машины и почему-то микроавтобусы российского телевидения. Их разбивают. Пострадал водитель нашей съемочной группы. Некоторые машины поджигают, используя для этого фальшфейеры, неотъемлемый предмет экипировки футбольных ультрас. Неистовая толпа мечется, битое стекло, дым от горящих машин, местами кровь на асфальте. Немногочисленные сотрудники милиции не вмешиваются. Погром продолжается. С трудом верится, что все это происходит в центре Москвы под окнами Кремля и Государственной Думы. Кстати, само здание парламента также пострадало. Выбитые стекла досталось и автомобилям, припаркованным возле. Разгром находящимся рядом вестибюле метро. Во главе погромщиков достаточно небольшая группа. Человек 200-300. По экипировке похожи на футбольных ультрас. Вместо предметов клубной принадлежности российские стяги. Не щадят никого, достается даже каретам скорой помощи. Картина с трудом поддается осознанию. Только прибытие отрядов ОМОНа рассеивает хулиганов. Они разбегаются в разные стороны, продолжая громить все на своем пути. Итог. Один погибший с ножевым ранением. Десятки людей, пораненных битым стеклом, в том числе и сотрудники милиции, отправлены в больницы. Число разбитых витрин с трудом поддаются учету. Как, впрочем, и количество искалеченных автомобилей. Милиция начала поиск виновных. По предварительным данным, уже задержаны 60 подозреваемых. Столичные власти заявили, что экраны в центре Москвы будут в срочном порядке демонтированы.